У нас еще один доклад. Слово предоставляется Суховскому актуру Васильевичу для доклада «Современная систематизация диспетчерских контролировочных приемов». Здравствуйте, уважаемый Анатолий Александрович, уважаемые организаторы, уважаемые участники, гости, наши предприятия. Во-первых, хочу поблагодарить за такую великолепную возможность выступать с докладами и принимать участие в таких замечательных передовых конкуренциях. Наш доклад посвящен теме «Современной классификации диспетчерских контролировочных приемов». Именно этим мы занимаемся группой специалистов под руководством профессионального должности. Важное место в оперативном управлении перевозками на основе плана формирования, графики движения поездов и технических домов использования перевозочных средств и металлоскопов, занимает оперативное и типическое регулирование зоны работы, в том числе и на магнитолевизационном транспорте. Первая классификация приемов оперативно-диспетчерского регулирования была непонятно и опубликована в 1988 году. В ней оперативно-диспетчерские регулировочные приемы поделялись в три группы по принципу ближайшей цели, то есть для чего они предназначены. В данном слайде представлена вот эта классификация. Она содержала в то время уже 49 регулировочных приемов и выделяла три группы по повышению препаративных способностей технических станций, по ускорению продвижения вагонов и доставки группы и по повышению чистовой скорости движения поездов. В 1985 году профессором Крошевым в перечине регулировочных приемов был расчислен и объединен пять групп. Эта классификация также представлена на слайде. Да, и в 1992 году была создана классификация, которая включала в себя 67 диспетчерских приемов. В данной классификации также были выделены в отдельную группу диспетчерские приемы по улучшению использования локомотивов и используемые в особых условиях, то есть в случае возникновения каких-то неисправностей и предоставления орган больших продолжительных способностей. Также стоит отметить, что многие регулировочные приемы, планированные и используемые поездными диспетчерами для повышения участковой скорости движения поездов, также влияют на улучшение использования локомотивов. Вот эта классификация 1992 года, она уже была представлена в расширенном виде и содержала конкретное технологию описания этих регулировочных приемов. Анализ показал, что в этих классификациях регулировочные приемы не привязывались к конкретным диспетчерским участкам, и создавались без учетно-специфики их работы. На основе выполненных исследований и произведенного обзора многолетней практики диспетчерского регулирования была осуществлена модернизация классификации диспетчерских регулировочных приемов и предложена классификация на настоящее время, которая содержит 97 диспетчерских регулировочных приемов, применяемых и рекомендуемых к применению диспетчерскими коллективами. Здесь также в отдельные группы выделены приемы по организации местной работы и по повышению эффективности использованных пропускной и провозной способности. Расширен перечень приемов для групп. В результате исследований также определена возможность применения того или иного регулировочного приема, то есть всех вот этих 97, с учетом специфики работы железнодорожных участков. Результаты исследований будут способствовать повышению эффективности диспетчерского регулирования эксплуатационной работы на участках железнодорожных станций и, что важно, могут быть базы для создания автоматизированных справочных систем прямого действия на автоматизированных рабочих местах диспетчерского персонала, в том числе и для магистралиционного транспорта. Спасибо. Вопросы? Вопросов нет? Большое вам спасибо. Слово для подведения итогов и оглашения решения конференции предоставляется председателю программного комитета Зайцева Анатолий Александрович. Ну, так уважаемые коллеги, вводить итоги всегда большая честь и представляет определенное удовольствие, потому что, слава богу, заканчивается хлопотное дело. Оглашаю, что на нашей конференции представлены ведущие научные учреждения, которые осуществляют свою деятельность в сфере магнитной лимитации и в свежих науках. Это Дыкинский университет, Харбинский университет, я не буду назвать университетом называть, Индийский университет, Институт транспортной системы и технологии Украины, Московский государственный университет, Институт социально-экономических и экономических проблем Севера, и так далее, и так далее. Итого 30 с лишним университетов и научных учреждений принято участие. Конкретные производства. Это суперокс, который держит 20% мирового производства сверхпроводимых материалов 2-го поколения. 20% мирового рынка. Это МИФАЭНЕРГО, Центр электромеханологии, Минодорогная академия транспорта, ну и ряд, так сказать, у них более десятка. Приняем участие властной структуре. Это комитет по транспорту, производство Санкт-Петербурга, Центр потенционного развития филиала Российской железной дороги, Октябрьская железная дорога, союз строителей, журналы, журналисты. И да, и таким образом, в общей сложности представлено 49 докладов, из них 5 заочных. Доклады содержат результаты работ. Мы видели многим результаты реально показанных работ. То есть, вот если мы на некоторых конференциях, например, говорили, что интересанты страхнули пыль со своих бывших разработок и начали нас в этих, значит, проводить по времени, то теперь мы видим, что появляются свежие материалы, результаты свежих исследований. Это оптимизм, значит, вот, вселяет. Ну и, что интересно, что включаются уже специалисты по организации движения в этих новых условиях. Вопросов там интересных очень много-много. Особенно вопросы, значит, мы уже немножко говорили, так сказать, вопросы выгрузки, сокращения в этом времени и другие. И это все вопросы технические и технически-организационные. Они, на наш взгляд, очень решаемы. И, в целом, если создавать вот такую... Если удастся создать такую... Конечно, удастся создать такую систему, то она действительно затронет и на принципиально новый качественный уровень то есть весь процесс, как говорят, компенсанты, товаром движения изменят. Изменят точно такую. Уменьшение скорости, уменьшение стоимости. И существенное сокращение влияния и технического фактора, на самом деле, то есть качественные стороны. Нам приятно, что появились медико-биологические исследования. Мы не говорим, так сказать, сегодня о их окончательной результативности, потому что тут споров много. Как мелишь? Это примерно как результат выборов, да? Где неважно, как проголосовали, важно, как посчитали. Но у нас за это не обойтись, потому что все наши вещи проверены. Техника чем хороша? Что ее всегда можно проверить. Или повторить. Не повторило-то, что вы этого явления, наверное, так сказать, не умеешь делать. Отмеренно. Мы отмечаем сегодня, что решения прошлой конференции, выполнены по всем нашим направлениям. Более того, мы продвинулись вперед и на следующий год будем принимать Всемирную конференцию Маглик 2018. Всемирный конференции Маглик 2018. И мы теперь там присутствуем в качестве живого человека. Наш специалист Миром Сергеевич включен в управляющий комитет. Управляющий комитет в более 15 стран возглавляет этот комитет, профессор японского Иститута скоростного движения, управляет организацией и отвечает за проведение конкретного, так сказать, та страна, которая, так сказать, принимает. Значит, на следующий год мы отвечаем в лице, ну, вот меня как руководителя данного существа направления на данном этапе и господина Смирнова, который является членом управляющего комитета. Коллеги, мы считаем, что надо отметить высокий уровень научно-экспериментальной работы представленной конференции. Как Вы считаете? Нам не стыдно общественности сказать, что работы, которые представлены для рассмотрения, они имеют высокий и научный, и практический смысл. Нет возражений. Понятно, что разница всякая бывает. Я всегда помню выражение великого русского математика Стеклова. Вы знаете, что у нас есть институт имени Стеклова, и ему как патриарх математики упрек на одной из конференций, что вот, знаете, у нас математик было 5% из всех математиков, которые, так сказать, чистятся как математики. Зачем нам столько математиков? Стеклов ответил так. Да, математику делают 5%, но без 95% не было бы этих 5%. Поэтому, когда нам говорят, что много людей там в науке, или много людей на севере живет, да не будет много людей на севере жить, так и не будет ни углеродов, но будет их много чего другого. Второе. Мы пишем поручение вот тому учреждению, где мы с вами находимся. Ну, во-первых, так сказать, включить, оформить заявки в Российский фонд фундаментальных исследований, в другие фонды и государственные, и государственные по поводу вот следующих наших конференций и следующих наших работ. Для разработки и создания новых видов транспортного оборудования на основе интерпретации и инфраструктуры на основе использования в АТСБ, привлечивающего в группу отечественных запрещенных специалистов к участию в инженерном классе российских магнитов. Нас, конечно, очень интересует Исиф Курчатова, где мы видим каждое воскресенье, Михаил Ковальчук, да, просвещает всю российскую общественность, так сказать, что все вопросы научные, так сказать, решены. А вот у нас не все вопросы решены. Хотим его попросить, что именно в этом плане включились тоже. Рекомендовать участникам нашей конференции войти в состав инженерного класса российских магнитов с проследующим заключением двусторонних соглашений на инициативное освоивлечь участие в разработке условий по современному грузовым магнитолизационным транспортам и системам регионального и глобального изучения. В исполнении решения Управляющего комитета провести шестую международную научную конференцию магнитолизационных транспортных систем и технологий в рамках всемирной конференции. То есть зачем же там такие конференции, понятно, да? Потому что в рамках конференции все первое будет следующее. Вот основные положения такого мобилизующего характера. Какие будут соображениями, в частности, предложенного проекта решения? Не будет трудно звучать. Пожалуйста, Юрий Алексеевич. Есть два предложения. Первое предложение, что было в решении нашего, нашей конференции, вошли те предложения, которые мы выдвинули на совместном заседании в ГУПС и РЖД. Был семинар 27 апреля. Там наше предложение фигурирует. Желательно, чтобы они были уже, вроде, самым человеком середины. Хорошо, спасибо. И снова, прошу прощения. Я могу прощать, поясняю, о чем речь идет. 27 апреля в Центре научно-технической информации Российской компании, компания Российской железной дороги. По, как бы это сказать, ну не совсем по указанию, а по рекомендации Федерального агентства железнодорожного транспорта Наш университет представлял передовые разработки, близкие и уже способные для предъявления, как коммерчески выгодные, коммерчески целесообразные проекты. Их было четыре. К магнитной лимитации прямого отношения не имеет. Ну, например, система, так называемая, ПАУК, это пункт управления, пункт контроля за, не за качественно, за исправностью колесных пар подвижного состава, движущихся с любой скоростью, совершенно неизвестными, небывалыми до сих пор, акционистиками, то есть зарождающиеся микротрещины, зарождающиеся обводнения, зарождающиеся появления местных пыли, обнаруживают на новом принципе, который до сих пор не использовался пока в железнодорожной технике. Это вот один. Сегодня первый образец ставится здесь на направлении к порту луга. Второе, это наше предложение по применению раздубинного двигателя на маневровых локомотивах. Вот после этого было два совещания, правда, пока еще дольше чем-то закончились. Наше понимание такое, что это прекрасная, так сказать, вещь. И третье, это так называемое инновационное электронно-обноверочное устройство, которое может не только контролировать, например, местонахождение, а и тут же сигнал СОС, если кто-то к нему, как АСОС, передавать, но может и в системе управления, например, поддержать температуры, холодильники, с мерами, контролем за изменением объема любых и других физических, так сказать, характеристик привозимого груза. Ну и тоже широко, так сказать. Это опроверговано, в принципе принято. Ну, как всегда, находятся люди, которые говорят, почему это тут питерцы сделали, когда у нас есть белорусы предлагают, так сказать, еще какие-то, так сказать, страны и так далее, и так далее. Ну и, конечно, так сказать, магнитная ревитация. Это было встречено с пониманием. Я уже позавчера говорил о том, что руководство ОРЖД начинает поворачиваться туда, а мы рассматриваем, что магнитная ревитационная транспортная система это очередной инновационный шаг развития российских железных дорог. Почему мы так на это настаиваем, доказываем? Да потому что, а, предназначены для тех же задач, второе, значит, а зачем нам менять габариты, например, приближение строения габариты подвижного состава, попробуй-ка менять, а пройти через наши, так сказать, 49, так сказать, станции московского, так сказать, разлива. Это невозможно. А зачем? Мы это используем. А новое что? А новое что? Это вот коллеги сегодня представляли 9 специальных технических условий, которые для этой технологии необходимы. Ну вот надо их проводить через два комитета, 246-й и 45-й комитет, который, так сказать, существует в Москве, и через министерство строительства. Потому что мы все с вами знаем, что там, когда касается специальных технических устройств связанных со строительством, это вершина, так сказать, окончательную точку ставит министерство строительства. Так, поэтому принимайте предложение, поправьте. Хотел бы просто добавить, что там вакуумные магнитные железные, которые не могут быть так. Два этапа, мы так и напишем. Первый этап, второй. Как мы всегда это слышим. Хорошо. И второе предложение. Я вот, не знаю, надеюсь, меня поддерживают. Хотел бы подвести со всей нашей организацией, нашего большого коллектива, поблагодарить отлично Александра Зайцева за его огромный подвижнический труд в этом направлении. Давайте, пожалуйста, пишем наше. И у меня пришла такая мысль, в лучшем вашем городе, на аналогии, не знаю, сколько такое же у нас, мы говорим Маглив, подозреваем сайт, говорим здательства, мы Маглив. Я хочу, чтобы так было всегда, и мы все-таки добились, неужного нам результата. И я на то же самое, чтобы я добился своей мечты, осуществил ее, и чтобы всем нам это пошло на пользу. Большое ему спасибо, хочу поблагодарить вас. Спасибо большое. Спасибо большое. Тогда дальше мы по личным планам, да, по частным планам. Нет, как это сказать, на лучшее слово. Я хочу тоже присоединиться к самому благодарному Соркомитетсу и Анатолий Александровичу за то, что каждый год мы собираемся и вот такое регулярность заставляет каждый раз подумать о каких же из своих работ нахо-показах к следующему году, чтобы это сделать наступление на консеренции. Это приятно. Называет уважение то, что Анатолий Александрович и Соркомитет каждый год требуются очень целенаправленно к тому, чтобы создавать российский майк. И приятно, что на консеренции мы видим не только технические решения, но и решения связанные с безопасностью, и с логистикой вот этого нового транспорта. И фактически вот эта консеренция постепенно создает такой готовый Сорван проект, называется. Будет принять какое-то решение на строительство, то пожалуйста, мы должны рассмотреть все эти вопросы. Точнее подготовить вот такое вот решение. Это приятно, такой комплексный подход. Ну, значит, хочу и некую критику тоже позволить. Позвольте. Значит, критика в адрес в оргкомитете. Все-таки, когда идет заседание, обычно ему бы не имеет смысл сосредоточить каждый доклад на консеренции. Обычно без ведущей дисекции Картуми комментирует каждый доклад и делает, ну, если надо делать какие-то замечания. Вот не всегда. На территории института наблюдалось. Вы понимаете, что это разные темы, но все-таки, вот, когда вы ведете это не всегда разные темы. Но в общем-то случаях такого не было. И в реальном случае я бы хотелось бы такой комментарий, но мы даже критикуем, чтобы моей ведущей секции сделал. Но в частности, я считаю, нам надо было сделать обязательно замечание с антикитальским товарищем. Представлять презентацию на китайском языке и все, чтобы все слайды были на китайском языке, это, ну, не буду говорить, если слово, плохо. И если вы едете на международной конференции, то, пожалуйста, на английском языке хотя бы и так раньше, чтобы говорить на английском языке. Или тогда не заставлять организаторов искать переводчиков с детства. Потом, некоторые так говорят, я, к сожалению, тоже не выдержал, сделал замечание, человеку, когда абсолютно ничего непонятно на графике. Не видно ни цифры, не видно, что там передено. И это вообще, говоря, замечание должно делать в ведущей секции. И хочу, вот, может, не некоторых коллег вы критиковать, извините. Мне кажется, этот аклайл очень солидный. Они сделаны как-то очень торжественные и непонятно. Вот рассказывать, вот, наверное, лучше так, как вы рассказываете самому товарищу, хотите рассказать, вот, самое главное, что вы сделали конкретно. Как ты видишь, что очень большое количество формул там, не знаю, вложений или ДФГ. Это абсолютно не воспринимается. Если будут графики, то это, конечно, значительно проще воспринимается. И под ничьей доклад должен быть небольшой. Как говорил меня когда-то, мой руководитель, доклад должен стать из трех частей. Первая часть, это вы должны кратко рассказать, что вы будете рассказывать. Вторая часть, это рассказать, то, что вы хотите рассказывать. А третья часть, кратко повторить, то, что вы рассказали. Вот когда вы так вот три раза повторяете, то есть шанс, что человек поймет какую идею, которую вы туда закладываете. И еще хочу сказать, каждой конференцией все-таки запоминается значительное достижение вот тем чудесам, которые были предмастерены. Два года назад, конечно, запомнилось, что они для революционной платформы. Год назад мы видели вот этот стенд, который подназначен телеследователь влияет на движение на вопросы революции. И то же самое в этом году. Запоминаются значительные стенды готовые железные решения. И поэтому вызывает это влияние, когда человек, вот сразу скажем, рассказывает интересную работу и говорит, что потом у них есть стенд, который работает. Но где же этот стенд? Где его фотография? Где его ледитация? Нет. Значит, корык рассказывает тоже из университета по системе движения стабилизации в древянном токе. Оказывается, есть такая работающая революционная система, но опять-таки нет предоставления этой системы ни на фото, ни на фи. Но я надеюсь, что критика не будет, значит, раздвинута. Ну и в заключение я хочу сказать, что вот я представляю, что есть термический институт, как именно. У нас в институте, в нашем институте издается в частности журнал «Керемический физик». И есть у него еще второй журнал, это «Письма» «Керемический физик». Этот журнал принимает, конечно, и тематику революционную. Особенно, если там много математики, то такая. Я не хочу конкурировать журнал «Керемический физик» по магнитериментации, но мы тоже принимаем туда стахи. Я предложаю всех туда тоже обращаться, журнал «Керемический фактор» «Берой с английским». Спасибо. Михаил Павлович, спасибо за нас в институте. Доверили нас в конференцию абсолютно. Я согласен со всем, что вы это говорили. И я думаю, что всем надо понадобиться. Спасибо всем большое за участие в конференции. Мы ждем вас в следующем году на совмещенную конференцию МТСД и МАКЛИ в 2018. Он откроется 5 сентября 2018 года. Рады будем увидеться с вами снова. Всего вам доброго. До свидания.